В вооруженных силах Украины отреагировали на обвинения России в обстреле рынка в оккупированном Донецке. Там отбросили обвинения оккупантов в ударе по мирным жителям. Речь идет об обстреле рынка 21 января на крупном жилом микрорайоне «Текстильщик» в Кировском районе города. Окупационный глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел совершила якобы украинская армия. Он сообщил о 27 погибших. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления опубликовал в фейсбук следующее заявление. Россия не распространяет информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении оперативно-стратегической группы «Таврия», в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина. В то же время в зоне ответственности «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Как сообщает генштаб ВСУ, украинские военные наносят захватчикам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отразили пять атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Небельского Донецкой области. Кроме того, утром 22 января телеграм-каналы сообщили о прилетах во временно оккупированном в Донецке и Макеевке. Отмечается, что в городах частично пропал свет. Утром 22 января в российской Самаре произошел крупный пожар. Горит Кировский рынок. По данным МЧС Российской Федерации, огонь охватил тысячу квадратных метров рынка. Как сообщают местные телеграм-каналы, огонь дошел до ряда с пиротехникой и отмечают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Кинель. Как ранее сообщал Унян, 13 января в России в питерских Шушарах произошел сильнейший пожар на складе Вайлборис. По данным российских пабликов, площадь возгорания составила 50 тысяч квадратных метров, а площадь всего склада составляет 100 тысяч квадратных метров. Примерная высота огня на пике была 50 метров. Со слов очевидцев, огонь расходился молниеносно. Видно его было даже в небе. Ущерб от пожара оценивается страховщиками приблизительно около 11 миллиардов рублей. Армия России в последнее время не смогла прожать оборону вооруженных сил Украины в Авдеевке. Враг имеет продвижение вдоль нескольких улиц, начиная с Ясиноватской развязки и от промки. По данным военных аналитиков, оккупанты пытаются заходить в город. Об этом заявил директор Дефенс-экспресс Сергей Сгурец. По словам аналитика, ситуация является чрезвычайно сложной. По красным стрелкам, обозначенным на карте, можно увидеть, откуда оккупанты пытаются пробиться в Авдеевку. Также Сгурец отметил, сейчас в ИСУ пытаются максимально блокировать действия противника. Однако оккупантов вокруг города очень много. Аналитик надеется, что армия Украины сможет принять определённые контрмеры, чтобы не пропустить Россию в город. Отметим, Генштаб в ИСУ сообщал, что оккупанты активнее всего наступают на Авдеевском направлении. Силы обороны Украины за прошлые сутки отбили пять атак оккупантов. В районах Новобахмутовки, Степнова, Авдеевки и ещё 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. По словам украинского офицера 59-й мотопехотной бригады Сергея Цихотского, армия Российской Федерации имеет рекордные потери в районе Авдеевки. Военный сравнил количество ликвидированных россиян с показателем, который имела Россия за десятилетия войны в Афганистане. Отметим, Российская Федерация начала штурмовать Авдеевку с октября 2023 года. Бойцы ВСУ раз за разом отбивают атаки врага. Например, в январе 2024 года опубликовали кадры одной из самых массовых попыток. В бой бросили 50 единиц техники и 500 человек живой силы военных Российской Федерации. Бойцы чеченского батальона Ахмат Восток избили и угрожали оружием российскому военному, который попросил у них документы на блокпосту в оккупированном Мелитополе. Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах. В ролике неизвестный останавливает автомобиль с военными и просит их показать боевые распоряжения. После этого чеченские военные выходят из машины, заряжают пистолет и направляют его в сторону проверяющего. Затем слышны характерные для избиения звуки. Автор видео падает. Как отмечает российский телеграм-канал Астра, в сети опознали основного участника видео с чеченской стороны. Это командир батальона Ахмат Восток Минобороны РФ Вахахамбулатов, которого Кадыров называют «дорогим братом». Когда именно снято видео, неизвестно. На этот случай отреагировал российский военный Егор Гузенко, который ведет свой телеграм-канал «13». Оккупант призвал своих сослуживцев расстреливать кадыровцев. Это уже не первый конфликт кадыровцев и российских военных. К примеру, как ранее сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в августе прошлого года во временно оккупированном Урзуфе кадыровцы устроили стрельбу по российским военным. В результате которой погибли не только оккупанты, но и мирные жители. В стране-агрессоре России восстала природа. Так на Владивостоке бушует ураган. В результате сильного ветра местами сорвало крыши и фасады домов. Как сообщают синоптики, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. На обнародованных в сети видео ветер сбивает людей с ног и валит на землю. Интересно, что сами россияне, снимающие и публикующие кадры пытающихся удержаться за граждан, реагируют на это со смехом. Также местные жители жалуются на проблемы со связью. В городе частично перекрыт один из мостов. Изменены маршруты транспорта, местами ограничено движение. Учеников школ и студентов перевели на дистанционное обучение. Как сообщают местные телеграм-каналы, некоторые жители Владивостока остались без электричества. А вот на Казань обрушился снегопад. Его признали самым мощным за последние пять лет. Некоторые трассы перекрыты для всех видов транспорта. Задерживаются поезда. В городе огромные пробки на дорогах. Местные телеграм-каналы публикуют видео, на которых пассажиры выталкивают автобус и снеговой ловушки. Также казанцы жалуются на отсутствие продукта в магазинах. В сети публикуют фото пустых полок. Тем временем в Казани против россиян взбудовалась не только природа, а и коммунальные коммуникации. Прямо посреди города образовалась новая река из-за прорыва трубы. Перекрыто несколько улиц. Много людей осталось без воды. Как сообщают телеграм-каналы Казани, это уже третья река на дорогах за последние дни. Этой зимой в сильные морозы 43 региона России столкнулись с отключением тепла, света и воды. И всё это из-за системного сбоя в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, на прошлой неделе в Новосибирске из-за аварии без отопления осталось 14 тысяч россиян, а в Липецке – 10 тысяч человек. Также крупные аварии были зафиксированы в Саратове, где отопление было отключено более чем в 650 домах и 100 социальных объектов, включая школы и больницы. В Волгограде десятки тысяч человек остались без тепла. В находке люди столкнулись с такой же проблемой. Временно оккупированный Севастополь остался без воды. Местные жители разметают с прилавком магазинов пятилитровые бутыли. Из-за наводнения в городе настоящее бедствие. Уже несколько дней в кранах севастопольцев нет воды. 19 декабря на полуостров обрушился сильный ливень. В результате были подтоплены десятки домов. Вода покрыла дороги, пришлось эвакуировать людей. Это кадры из села Черноречье вблизи Севастополя. Здесь местная река вышла из берегов, затопила улицы и дома. Вода стояла вот на вот этом уровне, здесь вот на кухне. Ну и видите, сколько нанесло всякого ила. Скажите, пожалуйста, на каком основании людей, которые живут вообще по всей деревне, никаким образом не предупредили. Просто люди пошли друг друга будить и, естественно, это помогло. Похожая ситуация и в самом Севастополе. Местные власти заявили, что в городе выпала треть месячной нормы осадков. В результате наводнения зловонные истоки попали в водопровод. В городе ограничили подачу воды, пообещав её подавать по графику. Ситуация, которая сложилась в городе, совершенно точно подходит к критерии чрезвычайной, потому что мы с момента пятницы у нас было нарушено водоснабжение, систему водоснабжения, из-за того, что вначале, благодаря из-за обильных осадков и поступления селевых потопов, были выведены из строя два главных водозабора. Однако местные жители жалуются, что воду в отдельных районах не дали ни разу. Уже несколько суток им приходится выстаивать гигантские очереди с вёдрами, бутылками и мыться в мисках. Позже оккупационному губернатору пришлось признать, что даже с подачей по графику большая часть жителей Севастополя остаётся без воды. Подавая сразу на весь город, мы понимали, что у нас целыми улицами и домами люди оставались без воды. Некоторые, получается, в субботу, воскресенье, понедельник при всех подачах не получили ни литр воды в дом. При этом оккупационные власти не смогли даже организовать подвоз воды в нужных количествах. Например, в посёлке Сахарная Головка рассказали, что её не хватает на всех. К подвозу выстраивается огромная толпа, но вода тут же заканчивается. Как пишет телеграм-канал «Крымский ветер», ситуация с водоснабжением гораздо хуже, чем предполагалось. Окончательно проблема может разрешиться за неделю, если не будет осадков. Вода всё ещё очень мутная и, понятно, содержит букет инфекционных заболеваний, пишет телеграм-канал. Восстановить её подачу местные власти обещают в четверг. При этом с 22 января в оккупированном Севастополе из-за отсутствия воды объявлен трёхдневный выходной. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации. Об этом он сообщил в своём поздравлении по случаю Дня Соборности. Сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления Соборности Украины и нашего народа, но и для Соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ об исторических населённых украинцами территориях Российской Федерации. По его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего. В указе говорится, что Россия веками уничтожала украинцев на исторически населённых ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине. Также президент упомянул о землях в пределах современного Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. На уровне Кабмина президент поручил задействовать международных экспертов, чтобы сформировать план по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ. В России уже бурно отреагировали на новый документ. В частности, зампредсов без РФ Дмитрий Медведев выкатил по этому поводу истерический пост, где написал, что украинский президент якобы заявил о территориальных претензиях к России на земли, исторически заселённой украинцами. После чего добавил порцию шовинистического бреда, что, мол, украинцы – это русские. А в российском информпространстве указ Зеленского также вызвал реальный ажиотаж. Телеграм-канал «Кремлёвская табакерка» пишет. Зеленский обещает создать центр, который будет собирать данные о преступлениях против украинцев в России, политических репрессиях, депортациях и принудительной русификации. При этом один из близких к Кремлю политтехнологов считает, что указ Зеленского является попыткой создания оснований для ударов по российской территории. «Таким указом Киев создаст основания для защиты украинцев на этих территориях. Такой себе зеркальный ответ на то, какую политику последние 10 лет открыто проводим мы». По его словам, никаких угроз для Кубани и других регионов такие действия Украины не несут. Во всяком случае, пока. Субтитры создавал DimaTorzok